Итак, всем привет! Microsoft выпустила новую сборочку в канале Dev под номером 25217 Windows Winnext. Поехали! Сразу к делу, не будем тянуть. Разработчики могут приступить к созданию сторонних виджетов. Microsoft официально объявила о поддержке виджетов сторонних разработчиков. В рамках выпуска WinApp SDK версии 1.2. Превью 2. Команда Microsoft упорно трудилась над тем, чтобы расширить возможности виджетов, которая впервые была представлена в Windows 11. Платформа сторонних виджетов, включенная в этот выпуск, позволит разработчикам создавать для своих упакованных приложений Win32 и тестировать их локально на панели виджетов. Разработчики с упакованными приложениями Win32 смогут создавать и тестировать виджеты сторонних разработчиков локально. Параметры конфиденциальности защиты для разработчиков. То есть вот здесь. Параметры конфиденциальности защиты для разработчиков. Разработчикам также потребуется последняя сборка Insider Preview на канале Dev, чтобы получить необходимое обновление для виджет Board. Сторонние виджеты могут быть протестированы локально только на последних сборках Insider Preview на канале Dev. Для этого предварительного выпуска после выхода WinApp SDK 1.2, GA, пользователи выпущенных версий, смогут начать устанавливать сторонние виджеты через Microsoft Store для поставляемых версий своих приложений. Поддержка сторонних PWA виджетов также появится в будущем выпуске Microsoft Edge. Далее, облачные подсказки в китайском упрощенном методе ввода IME. В новой сборке внесены некоторые изменения, которые позволят вам легко набирать новые актуальные и популярные слова на упрощенном китайском языке. Изменения включают в себя улучшенные облачные подсказки и встроенные поисковые подсказки. Облачные подсказки добавляют наиболее релевантное слово из Bing в окно кандидата IME. Была обновлена внутренняя логика, чтобы обеспечить более качественные и свежие предложения. Далее, улучшения и изменения ввод. Начат выпуск новой клавиатуры TAMIL ANYAUL для тамильского языка со сборки 25179. С сегодняшнего дня она доступна для всех участников программы предварительной оценки Windows на канале DEV. Отключена новая настройка сенсорной клавиатуры, которая впервые начала развертываться для участников программы предварительной оценки в сборке 25188. Поехали к исправленным проблемам. Панель задач. Оптимизированная для планшетов. Исправлена проблема, из-за которой панель задач иногда сворачивалась, когда ее нужно было развернуть, если на рабочем столе нет запущенных окон. Исправлена проблема, которая возникала при использовании жестов левого или правого края, что приводило к тому, что виджеты или центры уведомлений перекрывались панелью задач или выглядели усеченными. Далее исправлена проблема, из-за которой оптимизированная для планшета панель задач приводила к сбою процесса Explorer при переключении приложений. Исправлена проблема, из-за которой панель задач, оптимизированная для планшетов, приводила к сбою процесса Explorer, если вы открывали всплывающее меню переполнения. Далее окна. Исправлена проблема, из-за которой кнопка закрытия для миниатюр предварительного просмотра окна и представления задач отображалась немного за пределами миниатюр. Исправлена проблема, из-за которой при переключении между окнами в последних сборках вы могли видеть, все окна мигают черным для кадра во время рендеринга. Исправлена проблема, из-за которой качество видео Miracast было очень медленным и зависало в последних сборках, несмотря на стабильное подключение к интернету. Далее. Обновление в системном трее. Исправлена ошибка, из-за которой элементы быстрых настроек теперь можно было снова переставлять касание. Эти исправления будут отображаться только в том случае, если на вашем устройстве включены обновления системного тре. Исправлена проблема в разделе сети интернет, дополнительные параметры сети, из-за которой в некоторых сетях отображалась неправильная скорость соединения. Исправлена проблема, из-за которой удаленный рабочий стол на ПК. SARM64 неожиданно использовал не UDP, а только TCP протокол. Вот такая вот сборочка у нас. Если видео понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал, делимся видео с друзьями. Продолжаем следить за разработкой Windows. Увидимся в новых роликах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова